Путин поднял Россию с колен. Жители курганской деревни Духовка Шатровского округа вынуждены ползком добираться на почту и за продуктами. Старый мост смыло наводнение, и люди оказались отрезаны от цивилизации. Жители сами соорудили переправу, несколько деревянных дощечек, через которые перебираются на большую землю. Но только пешком автомобильного сообщения нет. Поэтому на вызовы в деревню не ездят ни скорая, ни пожарные, ни другие службы. Это уже прорыв или пока только рывок. В этом году вот такое было водополье. И у нас это единственный мост вот в таком состоянии. Вот чтобы нам попасть в деревню, переползаем через доски. Вот чтобы попасть куда-то, вот она сейчас поползет. Туда ползла и обратно вот ползет. Говорил о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть. Нужно осуществить, я говорил об этом не случайно, в послании. Прорыв. А это детская городская больница в Нижнем Тагиле. Тараканы, текущие трубы, ржавчина, грязь, облупленные стены. И это еще не самая худшая больничка. Зато на ракеты для убийства украинцев денег хватает. Текущие расходы РФ на войну составляют 27 миллиардов рублей в день. За эти деньги можно было бы построить около двух десятков школ или 45 детских садиков. И это без учета потери инвестиций, утечки мозгов, а также утраты трудоспособного мужского населения. Они нам завидуют. Я вам точно говорю. Я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Международный преступник поздравляет выпускников. Дорогие друзья, хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздник. Миллионы выпускников лишил будущего и рассказывает о мечтах и надеждах. Так по-путински, так знакомо. Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни. Этот этап называется «Жди повестки» или «Уезжай из страны». Более взрослый, самостоятельный, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Ключевое решение он уже принял за вас. Отправлять на войну молодежь, умирать, чтобы дальше с Ротенбергами и Тимченко лежать в аквадискотеке. И, конечно, главная опора для каждого человека – это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции. Прадеда Сталин в Финляндию отправлял завоевывать. Дед воевал в Афганистане. Батя в Чечне. А тебя, мой юный друг, Путин планирует заставить ехать воевать в Украину. Семейная традиция, говорит. Из поколения в поколение. Очередная партия освободителей. Жалуются, что их кинули. Не платят уже полгода. Мы военнослужащие мотострелкового батальона ВЧ-11744 11-й танковой бригады. Нам с февраля месяца не выплачивается денежное содержание в полном объеме. Получая зарплату 40 тысяч в месяц, мы не можем обеспечить свои семьи и не можем обеспечить себя. Амундирование приходится покупать на собственный счет. Просим вас разобраться в нашей ситуации. Я думаю, разберутся. Разберутся. Разберутся, как так получилось вообще, что вы выжили. И отправят вас на мясной штурм. Пропагандисты. На коленке клепают шедевры. Ну что, там много еще? Много. Но работу доделать надо. Надо доделать. Вторая серия. Прошло две недели. Трупы уже разложились. Ничего от них почти не осталось. Как их опознавать по жетонам, по ДНК. Чей-то сын, чей-то брат, чей-то отец. Чей-то муж. Не придет домой трое. Там еще один. Эх, братцев похоронили. Не похоронили. Все братцы полегли. Еще когда их похоронят. Еще когда-то, когда они хостерят дойдут. Братья поработали. Братья отдыхают. У наших военнослужащих там потери санитарные. Два, три. Вот три дня назад было шесть человек ранено. Совсем недавно мы рассказывали вам историю Ирека Магасумова, героя России, который застрелил 18-летнюю девушку. Магасумову дали 11 лет колонии, но отсиживать свой срок явно не входит в его планы. Он поедет отмывать грехи на войну. Магасумов так и сказал, неважно, чем все закончится, я поеду на СВО, потому что там мои ребята. Звание Героя России у него отобрали, зато воинское звание и три ордена мужества остались при нем. А еще в честь Магасумова успели переименовать улицу в его родном городе. Ветеран СВО Дмитрий Кирюхин вполне возможно скоро пойдет по тому же пути. Его история отличается только тем, что он пока не успел никого убить, только избить. В ноябре 23-го года он приехал в родной город Откарск в отпуск и пошел в школу, чтобы провести урок мужества. А после урока напал на соседей по дому. Без причины. Окружающие описывают Кирюхина как жестокого и агрессивного человека. Он избивал не только окружающих, но и бывшую жену. Собственной дочери он угрожал пистолетом, много пил и мог оскорбить просто так случайного прохожего. В общем, сомнительный пример для школьников, согласитесь. За избиение соседей Кирюхину дали 4 года колонии общего режима. Алексея Жарикова из Волгограда тоже описывали как человека жестокого. Он много лет измывался над своей бабушкой, которая ему как мама. Это он сам говорил. У пожилой женщины Жариков забирал пенсию. Много раз на него вызывали полицию. Боец СВО систематически избивал пожилую женщину и в один день добил. В ответ на замечание с ее стороны он взял деревянный стул и не менее 12 раз ударил им женщину. Она смогла выйти на улицу и попросить помощи, но в итоге скончалась в больнице. На суде Жариков утверждал, что бабушка сама ударилась о ступеньки во дворе. Ему не поверили и дали 7 лет тюрьмы. Участие в СВО сочли с мягчающим обстоятельством. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны.